В Сергиево-Посадском аграрном колледже прошло выездное заседание областного штаба по подготовке и проведению весеннеполевых работ. В этом году весна обещает быть ранняя. Начало сельхозработ запланировано на апрель. К весеннеполевым работам, в принципе, практически наши сельхозорганизации готовы по семенам зернобобовым. Мы практически на 101% готовы по семенам. По удобрениям два предприятия закупили. Я думаю, в течение двух-трех недель максимально все недостающие семена по многолетке, у нас 70%, и недостающие удобрения, горючие, все это приобретем. В совещании участвуют министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, представители министерства, руководители районных администраций, фермерских хозяйств и сельхозпроизводители. Ключевые темы собрания – обеспечение семенами и минеральными удобрениями сельхозпредприятий, готовность технического парка и финансирование весенне-посевной кампании. Каждый год готовимся одинаково. То есть, естественно, мы должны закупить весь объем удобрений, все семена, подготовить всю технику. То есть, набор действий, который мы совершаем из года в год, он, в общем-то, один и тот же. Кузьминский традиционно уже практически готов к посевной. Мы закупили все семена, все удобрения, ГСМ. Сейчас идет просто плановый ремонт техники. Я думаю, что мы к апрелю месяцу выйдем в поле. На собрании говорили о предложении по развитию производства овощей в закрытом грунте. Существуют программы субсидирования затрат. 20% выделяются из федерального бюджета и 5% из регионального бюджета. Таким образом, 25% вложения в теплицу будет компенсировано со стороны государства. А эта поддержка исчисляется сотнями миллионов рублей. В целом, программа будет реализована в ближайшие 2-3 года. В 2018 году общий объем поддержки сельхозпроизводителей на территории Московской области – это около 10 миллиардов рублей. В том году это было 5, годом ранее 3, до этого 2,5. То есть за 4 года мы увеличили объем в 4 раза. И мы один из немногих регионов, где областной бюджет на поддержку сельского хозяйства превышает федеральный. Для развития животноводства существует программа возмещения капитальных затрат при строительстве новых объектов. 50% субсидируются затраты на оборудование и реконструкции старых животноводческих комплексов. 20% на приобретение техники. 50% на животноводство при увеличении поголовья. Существует государственная программа развития сельского хозяйства Московской области, где указаны разные направления. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что у Сергиево-Посадского района есть хорошие перспективы развития аграрного комплекса. Все меры государственной поддержки, которые на сегодняшний день доступны, мы готовы предложить аграриям района. Но, помимо этого, если есть желание или интерес к развитию каких-то новых направлений, и мер поддержки в этом смысле пока еще не принято, мы также готовы обсуждать, и если мы увидим действительно хорошее инвестиционное предложение, действительно хороший проект, который создает новые рабочие места, повышает доходы бюджета района, области, то мы готовы даже рассматривать отдельные меры поддержки под специальные новые проекты, которые не заложены в рамках существующей государственной программы. Андрей Разин отметил, что Подмосковье стремится к стабилизации цены на рынке зерна и молока. Это позволит хозяйствам окупить вложенные инвестиционные затраты и спокойно развиваться, а значит, обеспечивать достойной зарплатой своих сотрудников. Встречи с министром дают в первую очередь то, то, что мы можем сказать в кулуарах, то, что мы думаем. А думаем мы много. И на самом деле наш сегодняшний министр – это министр тот, который слушает и все понимает. Мало того, что понимает, он еще и знает и добивается много того, чего другие не добивались. Выездное собрание провели на базе Сергея Опасадского аграрного колледжа не случайно. Это образовательное учреждение является кузницей кадров для сельского хозяйства. Ежегодно колледж выпускает несколько сот специалистов, которые работают в аграрном комплексе Подмосковья. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Тема. Продолжение следует.